Привет, Китай! Это я, Романович, и сегодня у нас с вами настоящая дичь из Китая. Это тот случай, когда вы бы не стали это заказывать. И я бы, если бы не был блогером, тоже, наверное, не стал бы это заказывать. Потому что это умная колонка от Xiaomi со своей китайской Алисой, которая, ну вот вообще, по-русски ни разу, по-английски, скорее всего, тоже. Поэтому к ней очень много вопросов, к этой умной колонке, но при всем при этом она считается умной. Она там привязывается к приложению Mi Home, то есть умный дом. Она может чуть ли не по вашей команде включать кондиционеры, там открывать холодильники, может быть еще что-то делает. Поэтому заценим, хотя бы по звуку, хотя бы посмотрим, что это вообще такое. Ну и большое спасибо магазину китайскому Banggood, которые подогнали эту вещь. Ссылка будет в описании конкретно на эту колонку. Без них бы я точно не справился, ну и мы бы с вами не имели этого видоса. Погнали! Xiaomi, конечно, колонки делают как-то неохотно. Совсем недавно у них появилось что-то похожее, а-ля JBL FLIP 5. Она такая на веревке, интересная, стоит недорого. Я вам ее в скором времени на канале продемонстрирую. Но все остальное это какие-то такие мелкие, невзрачные колонки, которые, в принципе, мы уже с вами давно пережили, но неинтересно. Какой-то большой акустикой не занимаются, хотя, кстати, в этом случае я буду не прав. Кстати, оклеветал компанию. Сделали они еще свой бумбокс второй, ну или бумбокс первый. Спасибо, блядь. За 24 тысячи рублей, конечно, блядь, я думаю, завтра все соберутся заглянуть на Алиэкспресс и будут ездить с этими бумбоксами. Серьезно, я не знаю, что там такое можно было сделать. 24 тысячи рублей. Бумбокс второй можно со скидкой купить за 20. Смотрите, полностью все на китайском. Вообще здесь ничего не разберешь. Единственное, что более-менее угадывается, это Pro. По-моему, это называется Xiaomi, даже не Xiaomi. То есть Xiaomi 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 Pro. Ебать. Копать. Ну и вот, пожалуйста, вот она, Алиса китайская. Я вас предупреждал, что она здесь будет. Вот она собственной персоной. Нихуя ж, блядь. Да, по стоимости, кстати, очень интересно. 88 баксов за все это дело просят. 360 градусов, говорят, будет по звуку. Плюс DTS саунд. И вот это вот, я уже что-то совсем не понимаю, работает с Mijia. Со световой лампой или приложением. Нет, по-моему, приложения такого нет. Ну, Mijia это тоже дочернее предприятие Xiaomi. Очень много делают товаров. Как это все открывается? А-а-а, е-ба. Вот так вот это все открывается. И, кстати, пока мы с вами далеко не зашли, эту колонку сегодня в этом ролике мы разыграем, чтобы вы потом не говорили, что я разыграл ту колонку, которая, типа, что-то как-то с ней не то. Не понравилась она мне? Нет. Вот я даже еще не знаю, я ее не слушал. Я ее хочу разыграть среди вас. Элементарные условия. Первое. Это лайк под этим роликом. Второе. Написать абсолютно любой комментарий. Ну и третье. Это подписаться на канал. Все. Спустя где-то месяц, плюс-минус, на моем втором канале, в прямом эфире, будет большой розыгрыш призов. Там и подведем итоги. Единственное. Откройте свой канал. Зайдите в конфиденциальность и сделайте канал открытым, чтобы можно было посмотреть ваши подписки. Я вам, если вы выиграете, напишу в разделе обсуждение. Прямо на вашем профиле. Что здесь у нас? Ну, понятное дело, никаких переходников нету. Но я вам переходник положу в комплект. У меня до этих переходников охереешь сколько. Ну и, собственно говоря, сама вот такая вот колонка. Чем-то, чем-то мне это напоминает. Как-то это называется даже специальным образом. Пульверизатор или как он? Для мыла. Реально просто. Вот такая вот станция, я видел на Алиэкспресс, продается для мыла. То есть ты руку подставляешь, он тебя сенсором считывает и мыло тебе скидывает. Вот такая вот станция может оказаться у кого-нибудь из вас. Весит достаточно немного. Выглядит симпатично. То есть, типа, Алиса выглядит, мне кажется, даже чуть скучнее. Сверху у нас управление. К сожалению, сенсорное управление здесь не завезли. Механика. Механика, ну, механика интуитивно понятная. Джек 3,5 здесь есть. Аукс вход. И, я насколько понимаю, это зарядка. Все, больше ничего нет. Прорезиненные ножки. Сейчас я ее попробую включить. А, кстати, а где она включается, да? А, какой-то секрет есть. Ну, ничего страшного. Тау-тау-тау-тау. Сетевой фильтр или переноска нам потребуется. Угадайте, кто я? Сказочный долбоеб. К сожалению, у колонки, у самой аккумулятора, собственного, не имеется. Вот такая вот у нас красивая здесь голограмма загорается. Эта вот окантовка полностью подсвечивается. И, собственно говоря, все. Она готова коннектиться. Дальше. Мы с вами заходим в приложение Mi Home. Все вы его прекрасно знаете. Скачиваем из Play Market. И, вроде бы, все хорошо. Правда, по штрих-коду не ищет. Я просто посмотрел, типа, оно, знаешь, как... Алис! Вы хотели услышать Алису? И началось подключение. Первый этап. Было, видите, подключено. Дальше сообщение отправлено на устройство. А вот последний момент. Называется он, сейчас я вам точно скажу, подключение устройства к сети. Я уже как только не пробовал. Здесь он говорит, поднесите телефон ближе к роутеру, к маршрутизатору. Я его подносил. Ни черта ничего не меняется. Я думаю, ага. Хоть здесь и было написано изначально, когда я смотрел спецификацию этой колонки, что здесь двухдиапазонный Wi-Fi поддерживается. У меня как бы роутер тоже двухдиапазонный. Я решил к пятигерцовке изначально подключиться. Но потом думаю, блин, ну может быть, что-то 5 Гц немножко как-то троят, моросят. Давай-ка я подключусь к стандартному. 2,4 Гц. И вся та же самая хель. Очень долго крутит, крутит, крутит. И вот сейчас в конечном итоге выдаст ошибку. Кто-то из вас скажет, тебе надо перейти на китайский регион. Но здесь тоже есть своя одна особенность, что у меня уже телефон давно, ну не телефон, точнее приложение Mi Home в китайском регионе висит. Потому что некоторые пылесосы, которые я тестирую, ну просто тоже не могут подключиться, пока ты не переставишь с России на Китай. Здесь стоит китайский регион, ни черта не помогает. И это как раз-таки ровным счетом о том, чем я вам и говорил в начале ролика. Что покупая вот такую вот херовину, это максимальная авантюра. Это максимально дикий геморрой. Это вот прям такой вырви задницу. Придется нам с вами просто подключиться по блютузу и затестить, что хотя бы она выдает по звуку. Мне кажется, это то, чего не хватало китайской умной колонке. Именно пушного каверы точно на ней еще не запускали. Сколько обзоров, наверное, не было, но такое точно не было. Ясно сказал? Я думаю, повторять не надо. Так, хорошо, 360 градусов. Слушается, слышится, точнее так сказать. Давайте еще басика попробуем навалить. Ну, что сказать? Ну, ничего страшного. Здесь, конечно, бычкообразный звук. Такой придавленный немного. Особенно это касается середины вокальной. Прям придавлено. Чуть-чуть вот эта вот бубынящая колонка. Возможно, это и задумка изначально китайцев. Как-то, может быть, таким образом, эта китайская Алиса как-то более, кажется, грубее, властнее. Потому что она же тебе советует, как жить. Ну, по крайней мере, в нашем случае, с нашей Алисой. Наверное, как-то так. Музыку слушать здесь можно. Пойдет лучше, чем многие китайские колонки. Опять же, там, какие-то неизвестные в пределах 3-4 тысяч рублей. Наверное, опять же, чтобы я прям сказал, типа, сгоняйте, купите это. Не скажу. То есть, это эксклюзив. Вот эта вот эксклюзивная колонка кому-то из вас достанется. У кого-то будет эксклюзив от Xiaomi. Надеюсь, будете пользоваться. В принципе, музыку, я говорю, только так можно будет. Это прям реально хорошая такая, добротненькая, домашняя колонка. Где-нибудь ее поставить на окне. Где-нибудь ее поставить у прикроватной тумбы. Может быть, где-то даже можно воткнуть на кухне. Пойдет. Другой разговор, что если бы в России можно было вот это вот все потестить, потестить, что китайцы закладывают в нее. Если бы она хотя бы на английском что-то умело говорила. Но пока Xiaomi официально со своим голосовым помощником, я сомневаюсь, что в Россию зайдут. Вы просто представляете объемы? Там в Китае столько людей, которые, типа, все хорошо можно обрабатывать. Их миллионы. Или миллиард китайцев. А здесь для нас, для России, делать русскоязычный помощник голосовой, ну, такой себе. Поэтому я не верю, что даже там через какие-то там 2-3 года сможет появиться умная колонка с полноценным русской поддержкой. Не, не верю. Единственное, что китайцам было бы, наверное, неплохо, опять же, Яндекс не согласится, да, зачем ему убивать продажи Алисы своей. Можно было бы, по сути, китайцам зайти так, что вот у нас есть колонка, давайте вашу Алису туда подцепим. Но Яндекс, скорее всего, запротивится. Вот, получается, такая херовина, что, скорее всего, в ближайшее время умные колонки навряд ли мы с вами увидим на русском языке от Xiaomi с поддержкой будем пользоваться тем, что в данный момент на рынке. Маруси, Яндекс и вот это вот все. А жалко. Я думаю, что китайцы могли бы что-то интересное показать. Единственное, кстати, вам что не продемонстрировал. Очень прикольно здесь убавляется звук. То есть, эта вот голограмма в момент убавления звука шевелится. Очень классно, блин. Мне она понравилась и внешне, и как выполнена. И, кстати, я вспомнил под конец видоса, как называется эта херовина для мыла. Диспенсер, диспенсер, вот что. Вот он мне напоминает реально мыло, диспенсер. У Xiaomi, кстати, именно диспенсер от Xiaomi на Алиэкспресс. Огромное спасибо, что сегодня были со мной. Не забывайте участвовать в конкурсе. Ну и на этом сегодня теперь уж точно все. Все, давайте, красавцы. Пока.